друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить молочную сеть рецепт я взяла из вот такой вот книги я думаю вы все и узнаете эта книга о вкусной и здоровой пищи со времен ссср рецепт я беру в оригинале только лишь немножко уменьшаю количество ингредиентов потому что здесь например нам требуется 4 стакана молока мы с мужем живем вдвоем поэтому я сделаю всего из двух стаканов молока а в остальном все будет то же самое нам понадобится 400 миллилитров молока сахар по вкусу я возьму 2 столовых ложки ванильный сахар и 2 столовых ложки кукурузного крахмала если вдруг кукурузного крахмала у вас нет можно заменить на картофель они немножко отличаются по своим свойствам но точнее нет свойства у них одинаковые но вот текстура готового блюда будет получаться немножко разная поэтому обычно в десерты добавляют кукурузный крахмал а в какие-то другие блюда которые требуются загустить ну например там соусы добавляют картофель но в книге о вкусной и здоровой пищи написано что можно использовать и тот и другой вид крахмала мы с вами берем ковшик или кастрюйку берем молоко и наливаем холодное молоко в ковшик оставляем примерно 100 миллилитров его пока что не используем дальше насыпаем в молоко обычный сахар и вот такой вот ванильный сахар если у вас есть ванильный эссенция такая жидкая можно капнуть ее можно ванильный сахар вообще не добавлять или добавить уже в конце когда наш кисель будет готов теперь мы все перемешиваем и ставим на плиту варим молоко до закипания на среднем огне молоко довели до кипения теперь мы берем остатки молока вот эти 100 миллилитров которые у нас остались она холодная кладем туда кукурузный крахмал и перемешиваем вилочкой теперь возвращаемся к нашему горячему молоку она у нас стоит на низком огне тонкой струйкой наливаем молоко с крахмалом постоянно помешиваем и варим примерно пять минут смотрите через пять минут какая консистенция киселя у нас получилось теперь кисель нужно разложить точнее разлить по чашкам или по креманкам вот как у меня и охладить охлаждаем при комнатной температуре в принципе он уже хорошо застынет если хотите похолоднее можно после того как остынет до комнатной температуры поставить в холодильник чтобы холодильник у нас не ломался и еще один нюанс по консистенции киселя многие привыкли именно пить кисель но вообще в некоторых рецептах точнее в некоторых его вариантах кисель накладывается именно в тарелки и есть его нужно ложкой если вы заинтересуетесь историей русской кухни вы увидите то что даже в разных произведениях литературных кисель именно ели а не пили здесь все зависит от вашего вкуса вы можете положить крахмал поменьше когда кисель можно налить в чашки и пить как вам привычно а можно сделать из киселя такой вот пудинг вкусный десерт и есть его ложки друзья посмотрите какой класс у нас получился кисель правда я положила много крахмала я специально хотела чтобы он был густой поэтому мой кисель больше похож на десерт но это хорошо давайте попробуем очень вкусно но только один вопрос почему я раньше его не готовила я сейчас пойду сварю еще из целого литра молока точно такой же кисель рецепт просто очень классный мне вообще кажется что в этой книге много рецептов которые отлично подходят и вообще кажется что в этой книге много рецептов которые отлично вписываются в современную кухню хотя книга это советская поэтому если вам этот рецепт молочного теселя понравился ставьте лайки готовьте пишите в комментариях ваши отзывы и обязательно подписывайтесь на мой канал пока пишите в комментариях закончится отдых глупт لي道 мед г так Продолжение следует...